Я еще, знаете, хотела очень узнать ваше мнение о том, что происходило вчера вечером, да, сразу же после встречи диктаторов Путина и Лукашенко. Начали появляться странные сообщения в средствах массовой информации о том, что резко Путин едет в кортеже, значит, в Кремль. Вот сейчас вы видите эти кадры, которые распространялись в соцсетях. Сразу же после этого предоставляли данные, фотографии, скриншоты флайт-радара, на котором показывали то, что грузовые военные самолеты, два таких самолета, летают над Кремлем. С чем вы это все связываете? У меня нет версии на этот счет. Может быть, не очень удачно завершились переговоры с Лукашенко. Я не знаю, потому что я слышал, что Лукашенко опять выскочил из объятий в день нашего диктатора и ведет свою игру. Но мы с вами знаем, что уже Путин на вострел лыжи слетать в Таджикистан и куда-то еще там, в Таджикистан, Таджикистан, тоже очень странный визит, причем это сделано в рамках государственных визитов. Что там у них происходит? Я, конечно, пошутил уже в своем твиттере, что после Таджикистана и Узбекистана последует Вануату и Эритрии, потому что больше уже летать ему некуда. Таджикистан и Туркмения, Ненадович. Ну, Туркмения, да. Туркмения, Таджикистан, да. Больше летать некуда, есть только Вануату и еще Эритрии, потому что больше никто его не хочет видеть, никто с ним узнаться. Но, опять-таки, околокремлевские сплетники утверждают о том, что готовится какая-то провокация против Литвы якобы, потому что Литва проявила твердость, она сказала, что нет, никаких послаблений транзиту не будет, что положено по санкциям, там мы будем делать по санкциям, под санкционные товары, это практически все, что производится с западными компаниями, с западными странами, то, что попадает в Россию нелегально, предположим, в качестве серого импорта. Поэтому там какое-то бешенство в Кремле происходит, а вот какое мы, по-своему, пока не понимаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok